У нас не должно быть времени, чтобы вспоминать о своем прошлом. Занятость, ума — это позитивное состояние, когда я все время думаю о том, как идти вперед. И этот путь называется лезвием. То есть нужно все время быть очень аккуратным. Нужно совершать действительно правильные поступки, нужно правильно общаться. Нужно быть настороже, так как то ум нас обманывает, то эго, то гордость, то зависть, то вожделение, то гнев. И в принципе, если мы действительно идем, и мы идем внимательно, то к нам не будет возвращаться наше прошлое. Наше прошлое возвращается в некоторые минуты слабости, в минуты лени, в минуты депрессивного состояния, когда я перестаю идти вперед. То есть если прошлое пришло, значит я ушел из настоящего. То есть вот эта вот моя активность должна меня держать на уровне настоящего. Если я в настоящем недостаточно задействован, то меня догоняет прошлое. Я начинаю думать о своем прошлом. Раз я начал думать о своем прошлом, нужно срочно от него бежать в настоящее. Потому что это значит, что я в нереальности живу. Прошлое нереально. Оно все прошло, его нету. Его пощупать невозможно. Можно, конечно, поразглядывать старые фотографии, но они тоже нереальны. Этого уже нет. И никогда не будет. Поэтому реальная активность в настоящем, это то, что спасает нас от страданий прошлого. Есть еще другая опасность. Размышления о будущем. Как оно все будет по моему плану. Не хочу вас расстраивать, но по нашему плану не будет вообще ничего. Кто не верит, вспомните эти мои слова. Потом придете и скажете. Как говорится, хочешь нас смешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому думать о будущем тоже бесполезно. Это абсолютная потеря времени, опять-таки, возникает от того, что у меня появилось свободное время. Поэтому йога учит внимательности. Все, что я делаю, я должен делать внимательно. И даже когда я что-то не делаю, то я должен думать о том, как я это буду делать внимательно. Иначе я вышел из реальности в иллюзию. Либо в иллюзию прошлого, либо в иллюзию будущего. А я должен оставаться в настоящем. Потому что что-то поменять можно только в настоящем. А прошлое, оно есть, понятно, что о нем думать-то. Оно есть. Кто прошлое помянет? Тому чакру вон. Ничего не поделаешь. На основе прошлого мы только в депрессию погружаемся. Потому что прошлое по определению депрессивно. Ничего в этом прошлом, особенно позитивного-то и не происходило. Мы же вышли из этого прошлого. Мы же поднялись из этого прошлого. Поэтому возвращение в прошлое, это некоторое погружение в то состояние, в котором я был в этом прошлом. А было ли оно позитивно? Вот в чем вопрос. Оно же было атеистично. Оно же было греховно. А сознание позволяет погружаться в разные состояния. Как знаете, сейчас модно это там дискотека 80-х. И люди погружаются в это состояние. Когда я был школьником, эти тетеньки 50 лет приходят в школьные одежды. Нет ничего страшнее, чем это зрелище. С шариками воздушными, с бантиками, со своими дружками пропитыми. Понимаете? И они погружаются в это состояние тех дискотек 80-х. Потому что тогда было легко, ничего не болело. Казалось, что будущее есть. Деревья были высокие, пирожки вкусные. И человек уходит в это вот прошлое. И там начинает жить. Но в действительности в этом случае теряет настоящее. Он в это иллюзорное прошлое возвращается. Но поменять что-то можно только в настоящее. Потому что что такое счастье? Счастье это вечное настоящее. Нам осталось просто из временного настоящего в вечное настоящее перейти. Еще один шаг совершить. И вот тогда действительно победа. Но для этого нужны усилия. Для этого нужна полная концентрация. А возвращение в прошлое или уход в будущее, это потеря концентрации. Поэтому нужно стараться не терять свою концентрацию. Не дай бог за рулем. Представьте, что за рулем водитель стал думать о том, что у него на заднем сидении. И повернулся туда и смотрит, что у него там на заднем сидении. Все авария. Он вышел из настоящего. Водитель все время должен быть в настоящем. Иначе ДТП. Так же и мы. У нас тоже жизнь, в общем-то, должна быть достаточно активной. Потому что мы работаем над своим духовным развитием. Мы ведем свою жизнь в правильном направлении. Нужно не отвлекаться. Поэтому прошлое, оно, в общем-то, так. В основном приносит одно только депрессивное состояние. Но! С другой стороны, а если мы вспоминаем, как мы были неправы, и какая это грусть находиться в этом негативном состоянии сознания, как грустно вести материальный образ жизни, как грустно грешить, к чему это все приводит, то это является таким дополнительным тормозом для того, чтобы, так сказать, не останавливаться на этом пути. Как мы сегодня говорили, вот эта некоторая греховная деятельность может стать для нас хорошим устрашающим фактором, чтобы к этому больше никогда не возвращаться. Поэтому в этом плане прошлое можно держать, как предохранитель, чтобы к этому просто больше никогда не возвращаться. Помнить, я там уже был, спасибо, больше не надо. Знаете, как солдат из армии возвращается домой? Он возвращается весь одетый, знаете, специальную одежду себе шьет, причесывается, дембельский альбом, фотографии, и таким солдатом Браун возвращается из армии. Но знаете, почему он такой счастливый возвращается? Да, потому что он больше никогда туда не пойдет, никогда вообще, ни за что. Поэтому он такой счастливый. Весной, осенью дембеля они возвращаются, они такие счастливые. Хотя они как-то по-армейски одеты еще, знаете, так, бравада. Да. Я один раз из автомата выстрелил. И то, когда они просили. А также наше прошлое, то есть из него нужно радостно уйти, из этого прошлого. Да, пусть будет дембельский альбом наш, школьных времен. Но ко всему этому нужно относиться, как к тому, куда я никогда больше не вернулся. Все, ни за какие шиши, ни за что. Упаси Бог вообще туда возвращаться. Меня, кстати, на переподготовку так ни разу и не нашли. То есть мы с мамой четко договорились. Моя мама знала фразу, что если приходят и зовут меня на переподготовку, мама говорит, я сама его ищу. Если найдете, то мне скажете. Поэтому я так на переподготовку ни разу и не сходил. Слава Богу, все, срок призыва уже закончился. Не хотелось мне больше. Также вот и прошлое, оно должно быть вот таким. То есть туда просто не хочется больше. Просто туда не хочется больше. Все, я там был, спасибо, не хочется. Понимаете? Вот такое должно быть настроение. То есть я помню, конечно, не забыл, но больше не надо. Спасибо, все. До свидания. Прошлое, прощай. А что Вы тогда посоветуете тем людям, которые вспоминают героическое прошлое, то, как они преодолевали свои недостатки, как духовно росли и в силу этого черпают в воспоминаниях о прошлом какие-то силы? Духовное прошлое — это не материальное прошлое, это настоящее. Духовное прошлое — это настоящее. Поэтому как только у Вас началась духовная жизнь, это уже входит в разряд вечного настоящего. Оно уже к прошлому не относится. Прошлое — это то, что со временем уничтожается. Все события, которые произошли с Вами в духовной жизни, они остаются с Вами навсегда. Они обладают другой природой, духовной природой. Духовная природа — это природа настоящего. Поэтому духовное настоящее, духовное прошлое, оно в принципе уже, хотя так и называется, духовное прошлое, но это уже то, о чем нужно вспоминать. Поэтому, например, у нас есть книга «Как я пришел в сознание Кришны». Потому что с этого момента началась духовная жизнь. И этот момент уже стал вечностью. Поэтому об этом уже можно даже рассказать. То есть это уже начало, это первый шаг. «Как я совершил свой первый шаг в духовном развитии?» Потому что как только я его совершил, он стал в вечности. Он уже вошел в вечности. Уже вспоминая его, мы очищаемся. Поэтому это то, о чем можно рассказать. Иногда даже нужно. Не всегда оно было разумным, поэтому гордиться тут тоже нечем особенно. Но какие-то моменты очень даже могут быть продуктивными. Иногда мы их рассказываем. Поэтому посмотрите, есть, например, история, Капшива Прохопада приехал к нам. Это же тоже как бы прошлое. Но это не прошлое. Это вечное настоящее. Поэтому оно уже называется другим термином. В общем-то, то, что материальное, оно называется историей. А то, что духовное, называется лилой. Лила, другой термин. Или вечная игра. То есть то, что уже другую, в общем-то, несет в себе энергетику. Поэтому, ну, когда мы вспоминаем прошлое Шивы Прохопады, оно нас очищает. А если мы будем прошлое, там, Брежнева изучать, то, скорее всего, мы в такой паутине запутаемся. Понимаете? И так нам станет грустно. Поднятую целену, будем его трактаты изучать. Поднятая целену называлась? Да. Как Брежнев мне вчера говорили, то есть он рассказывал, что все так хвалят мою книгу, может, и мне ее уже пора прочитать. Понимаете? То есть это вот история. Поэтому мы не изучаем историю. Посмотрите, даже веды, это не исторические произведения. В них нет хронологии. В ведах только духовные истории рассказываются. Исторических там нет вещей. Поэтому историки, ну, пытаются из вед что-то вытащить, ничего не могут вытащить, там истории нет. Там только духовные истории рассказываются. Только лилы. Только то, что очищает. А исторических фактов нет. Потому что историю, начинаешь изучать, такая грусть начинается вообще. От начала до конца. Все вообще грустно. Потому что за всем этим стоит какое-то эго. Какой-то эгоизм, какая-то жадность, какая-то зависть. А в конце концов стоит временность. То есть все это стерто с лица земли. Все это уже похоронено. А мы все это изучаем, изучаем, изучаем. И знаете, так же грустно, как ходить по кладбищу и читать надписи на могилах. Такая же грусть. Родился такого-то, умер такого-то. Никогда не забудем. Те, кто никогда не забудем, уже давно померли, у них уже рядом стоят могилы. Понимаете? А вот настоящее, да, оно совсем другой природой обладает. Поэтому мы изучаем настоящее. Хотя оно довольно-таки широкое. Настоящее. Редактор субтитров А.Семкин